уважаемые слушатели добрый вечер давайте проверим связь напишите пожалуйста в чат как вы меня спасибо большое тема нашей сегодняшней с вами встречи расчет показателей ебит и ебеда в управленческом учете мы их с вами не только посчитаем но также поговорим про их смысл в каких случаях их полезно считать для чего мы это делаем как мы можем их интерпретировать и так далее тема освещается в рамках курса основы управленческого учета и бюджетирования управления затратами одну минутку в чате уже были вопросы где взять материал к сегодняшнему вебинару а для тех слушателей у которых есть доступ в личный кабинет на сайте специалист я данные материалы разместила на странице группы к сегодняшнему семинару вы можете их скачать там для тех слушателей у которых пока нет личного кабинета специалисты я сейчас в чат положу ссылочку уже клала и я положу еще раз продублирую на гугл диск пойдя по ней вы можете материал забрать а в качестве материала я вам предоставляю презентацию которую вы видите на экране формате pdf и также там лежит практикум формате excel пайл называется практикум едет ебеда пустой это для тех кто будет производить расчеты на семинаре параллельно со мной примерно через час после окончания семинара в личном кабинете специалиста будет размещен файл практикум ебед ебеда заполненный зовут меня цифр елена учебного центра специалист специалисты читаю следующие курсы по направлению финансо-экономика это курс основы экономики для руководителей менеджеров и специалистов курс основы управленческого учета и бюджетирования управления затратами курс анализ финансового состояния предприятия также есть еще небольшой очень интересный курс посвящен организации бюджетного контроля в мс excel и ряд курсов по подготовке слушателей к сдаче внешнего квалификационного экзамена международного института сима по модулю p1 эффективность управления операциями и по модулю p2 эффективность управления бизнесом немного вам расскажу о нашем учебном центре на рынке мы уже 30 лет за годы данной практике у нас огромнейшая за выпускников и корпоративных клиентов мы обладаем достаточно большим количеством учебных классов и учебных корпусов у нас достаточно тоже много преподаватели экспертов более чем 250 и обширнейшая линейка курсов в том числе финансово-экономических наши гарантии гарантия качества учебный центр специалист реализует подход к уникальному сочетанию академической методике преподавания современными подходами к проведению бизнес-тренингов вроде в результате чего слушатели получают не только теоретические знания прослушав наши курсы пройдя наши курсы но также и практические навыки работы по своей специальности гарантия результата мы постоянно совершенствуемся на основании обратной связи от вас то есть обратной связи получаемой по результатам проведения курсов у нас работает система контроля качества предоставления услуг в связи с этим на каждом курсе огромнейшее количество домашних заданий контрольных работ тестов мы применяем индивидуальный подход каждому слушателю и также должна сказать вам про пост тренинговую поддержку слушателей как это реализуется на практике после завершения курса есть 6 месяцев для того чтобы вы любые свои вопросы по материалам курса по практической своей деятельности с учетом специфики своей компании направляли преподавателю наши преподаватели всегда оказывают помощь гарантии сохранения средств организации но вот данная информация для организаций которые оплачивают обучение своих работников если по каким-то причинам сотрудник не смог пройти курс то учебный центр специалист предоставит замену курса замену графика обучения ну и соответственно организация может воспользоваться тем что данный курс оплачен и допустим на этот курс направить другого сотрудника гарантии расписания занятий так как расписание занятий составляется и анонсируется на сайте практически на год вперед то слушатели могут планировать график своего обучения переносы дат времени занятий практически недопустимы в нашем учебном центре слушатели могут выбрать удобный для них режим обучения могут заниматься утром, вечером, по выходным дням и также форматов обучения мы предоставляем тоже несколько это и дистанционный формат и очный формат но мы о них поговорим с вами чуть попозже и гарантия безопасности все наши учебные комплексы находятся под видеонаблюдением там везде есть система охраны каждый учебный класс технически оснащен в каких-то учебных классах есть два монитора каждый учебный класс для вашего удобства оснащен системой кондиционирования есть антиковидные лампы в коридорах учебных комплексов есть зоны кофе-брейков где вы можете перекусить, отдохнуть ну вот мы с вами добрались до основной части нашего семинара по пунктам освещу, о чем мы будем говорить поговорим про формулы, про алгоритм расчета экономический смысл показателей Ебет и Ебеда поговорим про то, когда и где их использовать и также у нас будет практику по расчету данных показателей буду вам очень признательна за обратную связь в процессе выполнения практикума я буду задавать вам вопросы а вы, пожалуйста, постарайтесь в чат писать ответы на них может быть кратко или какие-то ваши комментарии несколько слайдов теоретических давайте посмотрим, как рассчитываются показатели и обсудим, для чего мы их рассчитываем вот самое основное показатель Ебет прибыль до вычета процентов и налогов как он рассчитывается? мы берем показатель чистой прибыли и обратным ходом прибавляем к нему процентный расход то есть начисленные проценты по кредитам и займам и обратите внимание, проценты начисленные не обязательно они должны быть уплачены за период может быть, пока в учете сформировалась кредиторская задолженность но главное, что есть обязанность по их выплате и помимо того, что мы прибавляем процентный расход мы прибавляем к чистой прибыли еще и налог на прибыль за период это формула полная, да? можно ее чуть-чуть упростить и посчитать Ебет следующим образом взять прибыль до налога и прибавить к такой прибыли процентный расход что мы получим? мы получаем некий финансовый результат не итоговый, не конечный, не полный как, например, дело обстоит с показателем чистая прибыль а финансовый результат до процентов и до налога на прибыль здесь идет исключение влияния на финансовый результат на финансовый потенциал нашей деятельности двух политик каких? кредитный и налоговый процентный расход это то, что мы должны да, мы пользуемся заемными средствами и за этот период в размере дней пользования нам посчитали проценты абсолютно верно а вот теперь у меня вопрос к вам если мы говорим о том, что получаем финансовый результат не абсолютно полный а без влияния таких важных вещей без которых бизнес не обойдется да, и налог на прибыль и процентная нагрузка как правило в любом бизнесе присутствует то как вы думаете какой экономический смысл расчета данного показателя напишите, пожалуйста, в чат свою позицию зачем нам такой показатель который дает представление о финансовом результате исключающем влияние кредитной и налоговой политик эффективность работы всего актива сравнение эффективности в разных странах в разных налоговых юрисдикциях мы хотим понять эффективность бизнеса но результаты нашей деятельности подлежат обложению налогом на прибыль, коллеги а мы исключаем налоговую нагрузку финансовый потенциал предприятия да, вы каждый чем-то абсолютно правы давайте я резюмирую показатель EBIT можно использовать для так называемого бенч маркетинга когда мы сравниваем финансовый потенциал деятельности нашей компании с финансовым потенциалом деятельности других компаний таких же видов деятельности такой же индустрии или такой же отрасли или например мы хотим посмотреть финансовый потенциал какого-то отдельного дивизиона что получается если мы будем в линейку с вами в одну ставить несколько компаний то у каждой компании несомненно своя структура капитала какие-то компании живут только за счет собственного прекрасно живут и развиваются какие-то компании привлекают заемные да, соответственно кредитная нагрузка для каждой компании тоже индивидуально у кого-то ее и нет вовсе а что касается налога на прибыль компании могут находиться в разных налоговых юридикциях подразделения так называемые дивизионы они могут вообще не попадать под налоговую нагрузку под налоговую нагрузку попадает группа компаний в целом да, но не каждое подразделение и вот для того чтобы сравнение было более адекватным мы эти вещи исключаем стоимость бизнеса это капитализация следующий показатель ебеда а вот ебеда пошел дальше если ебед исключает налоговую кредитную нагрузку то ебеда еще исключает начисление износа то есть расходов на восстановление наших основных средств как показатель считается мы также к чистой прибыли обратным ходом добавляем процентный расход налог на прибыль и еще добавляем амортизацию или может быть мы управленческий учет с вами изначально строим таким образом чтобы возможно было этот показатель получить не преобразуя данные да, не прибавляя амортизацию к финансовому результату промежуточному обратным ходом данный показатель как вы уже догадались он в большей степени чем предыдущий сопоставим с денежным потоком как вы считаете почему если мы говорим про финансовый результат это разница между начисленными доходами и расходами да, но если мы говорим про денежный поток это наши деньги так вот чем же этот показатель и беда нам поможет приблизиться к результату оцененному в деньгах в денежном выражении финансовые да, Ольга имели в виду? амортизация под собой не подразумевает движение денег это умозрительный или не монетарный расход также если мы будем сравнивать показатели различных компаний то амортизационная нагрузка она тоже может быть различна какие-то компании имеют на балансе собственные средства и начисляют амортизацию какие-то компании имеют такие же основные средства но они на балансе не у них допустим они их в лизинг да, получают вот, какие-то компании могут пользоваться операционной арендой так вот EBITDA исключает влияние кредитной налоговой и амортизационной политик мы еще с вами в дальнейшем поговорим для каких еще целей можно использовать эти показатели если не говорить про сравнение между подразделениями между организациями то мы эти показатели можем использовать для себя при анализе финансового положения нашего предприятия на ежемесячной основе мы будем смотреть динамику данных показателей также для анализа рыночной привлекательности предприятий EBITDA часто оценивается инвесторами которые рассматривают компанию в качестве долгих долгосрочных инвестиций соответственно эти показатели будут характеризовать некую рентабельность инвестиций и возможность самофинансирования таких объектов принципиальная разница от EBIT EBITDA я возвращусь тогда на предыдущий вклад раз такой вопрос Артем задал вы его не видите в чате я вижу и я отвечу на вопрос Артема для этого должна вернуться вот к этому моменту показатель EBIT исключает влияние на финансовый результат процентного расхода и налога на прибыль а показатель EBITDA исключает влияние не только процентного расхода и налога на прибыль но и еще на численные амортизации данные показатели часто используются для оценки стоимости компании как кто-то из вас ранее уже писал для оценки кредитоспособности заемщика ну представим с точки зрения банка банку нужно понять финансовый потенциал деятельности организации при этом налоговая нагрузка в один период может быть одна а в другой период деятельности она может быть сильнее или слабее что касается процентной нагрузки банк также хочет оценить потенциал без учета ее влияния про использование показателей для целей бенч маркетинга для сравнения мы уже с вами достаточно сегодня поговорили также эти показатели могут являться целевыми для бизнеса можно устанавливать их целевое значение в абсолютном или в относительном выражении и при прогнозировании результатов деятельности эти целевые показатели соблюдать также при бюджетировании деятельности формировать бюджеты таким образом чтобы целевые финансовые EBIT и EBIT в определенном размере соблюдались также эти показатели могут быть показателями системы KPI то есть являться ключевыми показателями эффективности деятельности но например представим руководителя какого-то дивизиона он несет ответственность за результат деятельности дивизиона несомненно но прямое влияние на общую кредитную или налоговую политику по компании он не оказывает поэтому несправедливо в части КПА ему будет назначить показатель чистой прибыли но вот показатель EBIT допустим вполне справедливо ему установить данные показатели рассчитываются и представляются в отчетности по международным стандартам хотя не регламентируют не регламентируются сами по себе расчетах не регламентируются сам по себе международными стандартами так же как и нашими российскими национальными стандартами ведения бухгалтерского учета но на практике эти показатели очень повсеместно применяются коллеги скажите пожалуйста на данный момент есть ли у вас какие-то вопросы по теории если все понятно тогда попрошу оставить в чат плюсики и мы пойдем дальше спасибо мы с вами посмотрели общий подход общий алгоритм формирования этих показателей теперь давайте поговорим про варианты расчетов как еще можно рассчитать эти показатели чтобы они были максимально полезны значит показатели это прибыль очищенная напомню от процентов от налога и от амортизации можно рассчитывать не по всей деятельности компании которая у нас будет поглощать и операционную и инвестиционную допустим да и финансовую деятельность а только лишь по нашей текущей операционной деятельности и тогда показатели и беда превращаются в показатель о беда вот меняется первая буква в аббревиатуре operation income то есть операционная прибыль до вычета амортизации почему мы здесь не говорим про вычет налога на прибыль и про вычет процентов по кредитам ну потому что операционная прибыль как вы знаете она сама по себе представляет собой промежуточный финансовый результат до учета процентной налоговой нагрузки показатель о беда сравним с показателем чистого денежного потока по текущей деятельности то есть получив обиду мы можем в нашем учете да провести некое сравнение с показателем чистого денежного потока в кэшфло в оддс разница между ними будет заключаться в дебиторской кредиторской задолженности но не в амортизационном расходе второй момент при расчете показателей ебит ебеда из чистой прибыли могут исключаться в нереализационные но нам с вами они известны как прочие доходы и расходы и тогда мы получим скорректированные ебит и ебеда это как бы развитие основного алгоритма расчета и вот на данном слайде приведены примеры того что мы могли бы исключить чрезвычайные доходы и расходы курсовые разницы как положительные так и отрицательные убытки от реализации активов убытки от обесценения активов начисленные резервы так евгений я сейчас в чат кидаю ссылочку вы скачаете презентацию и скачаете практикум также я веду запись наших занятий и на сайте специалист эта запись несомненно должна появиться в ближайшее время коллеги а теперь вопрос к вам если мы будем развивать да корректировать наши ебит ебеда исключать какие-то прочие доходы и расходы здесь у нас пример приводится то как вы считаете по какому принципу мы будем действовать то есть здесь перечислено далеко не все виды прочих мы будем исключать именно какие-то а вот какие так и презентация тоже там будет да и ролик и презентация разовые нерегулярные в личном кабинете презентация есть на данный момент она уже есть кто-то из вас в начале кидал ссылку на личный кабинет буду очень признательна если ее продублируете но опять-таки это только для тех у кого есть доступ к личному кабинету а так скачивайте пожалуйста презентацию по ссылке гугл диск она доступна абсолютно для всех да константин спасибо вам большое так я получаю ответ от вас значит разовые нерегулярные абсолютно верно если мы хотим получать показатели для оценки финансового потенциала деятельности тогда зачем нам смотреть на какие-то единоразовые доходы и расходы они нас уведут от сути дела еще какой может быть принцип здесь использован разовые не систематические а еще если я вам подскажу если мы хотим сравнивать показатели по нашей компании с показателями других компаний будьте здоровы спасибо вот если мы будем сравнивать наши показатели с показателями других компаний мы наверное будем исключать то что свойственно чисто нам допустим у нас на балансе есть детский садик да и мы несем определенное бремя по его содержанию доходов никаких для сотрудников мы его держим это убытки которые будем показывать как раз таки в составе вне реализационных прочих но при сравнении с другими компаниями той же отрасли нам их целесообразно исключить еще может быть какие-то принципы вы напишите что-то может быть еще приходит посмотрите еще раз на тот перечень который сейчас на слайде все ли вам нравится в этом перечне ну вот чрезвычайные доходы расходы они у нас возникают в каких-то форс-мажорных ситуациях да что-то случилось понятно что это не на систематической основе мы вообще не должны на них обращать внимание например при установлении целевых ебит и ебеда это уж точно курсовые разницы начисленные резервы первое и то и другое имеет отношение опять-таки к немонетарным к умозрительным доходам и расходам движение денег никаких не произойдет если мы пойдем в кэшфлоу и посмотрим есть ли у нас там начисленные начисленные резервы да мы их не найдем вот поэтому мы еще можем здесь использовать с вами принцип исключения всех прочих доходов и расходов немонетарных которые под собой не несут движение денег не будет денежных потоков показатели ебит и ебеда можно использовать не в чистом виде а также их использовать для того чтобы рассчитать еще какие-то производные от них показатели очень нужные и очень важные но в первую очередь нужно сказать про рентабельность продаж по ебед рентабельность продаж по ебеда и рентабельность продаж по обеда если мы возьмем абсолютный показатель соотнесем с выручкой то мы получим некую оценку наших продаж как можно интерпретировать такой показатель сколько копеек Прибыли до налога и до процентов по кредитам заложено, да, или получается с рубля выручки. Следующий показатель – коэффициент покрытия процентных выплат. Мы возьмем ЕБИДА, именно ЕБИДА, не ЕБИД, потому что ЕБИДА исключает амортизацию. Амортизация у нас умозрительный расход, не подразумевает отток денег. И этот показатель поделим на проценты к уплате. А помимо амортизации ЕБИДА также исключает влияние самих процентов на финансовый результат. Поэтому для того, чтобы нам понимать некий такой вклад на покрытие процентных выплат, естественно, мы должны взять максимально справедливый финансовый результат без влияния самих этих процентных выплат. Коэффициент покрытия постоянных расходов. ЕБИДА поделим на постоянные расходы. Во сколько раз наш финансовый потенциал деятельности покрывает, превосходит постоянные расходы? Чем больше этот показатель в динамике будет, тем лучше для компании. Да, я пытаюсь запомнить новые слова. Знаешь, что ты два слова запомнила? Не знаю, что ли. Какую это пизда? Деливерить. Комендарь, очень, 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 очень. Отключайте, пожалуйста. Я тебе купила бекалорты. И все, у меня пасть... Отключайте, пожалуйста, не послуждайте в чате, а? Мне еще надо 400 тысяч. В смысле, тебе надо? Нам надо 400 тысяч. Ты заработаешь? Я пытаюсь забанить, но не могу найти... Нет, тебя надо отправить. Ты у нас лучше зарабатываешь. Ну и что? Я женщина. Отключите микрофон. Я поняла, я поняла в свое время. Так, ну, вроде бы все. Можем продолжать. И еще один очень важный показатель. Очень полезный. Соотношение заемных обязательств и ЕБИДА. Вот смотрите. А, да, верно. Вот смотрите, у нас ЕБИДА до этого был в числителе, а здесь он у нас в знаменателе. А в числителе мы с вами берем суммарный долг компании. По долгим кредитам, да, по краткосрочным кредитам. Может быть, еще включим туда и какие-нибудь товарные кредиты, нашу кредиторку. Что мы получаем? Сколько раз долг больше, чем наш финансовый потенциал, очищенный от всех там нагрузок, да, которые мы не рассматриваем, которые исказят картину, которые могут меняться от периода к периоду. Скажите, пожалуйста, как мы можем этот показатель интерпретировать? Только лишь так, как я сказала, во сколько раз долг превышает наш финансовый потенциал? Или еще как-то более точно? Может быть, кто-то из вас знает, может быть, кто-то догадается, сколько нам нужно степень закредитованности, ну, в какой-то, в какой-то, да, мы момент с вами будем так и рассуждать, степень закредитованности. Вот, Михаил, спасибо большое. За сколько лет мы погасим? Сколько нам нужно лет с нашим финансовым потенциалом для того, чтобы с этим долгом, да, справиться, для того, чтобы погасить наш долг? Вот так мы можем этот показатель с вами расшифровать. Например, если у нас долг 100 тысяч рублей, а финансовый потенциал в виде показателей EBITDA 50 тысяч рублей, сколько, а это все за год, сколько нам нужно лет, чтобы погасить долг? Два года. Так, мы с вами сейчас переключимся на практику, рассчитаем наши показатели, и после этого я вас попрошу не отключаться от семинара, особенно тех, кому интересно послушать про курс основы управленческого учета. Я расскажу про форматы обучения, про стоимость обучения и так далее. Так, если вы качали материал, пожалуйста, открывайте у себя, если есть такая возможность, практический файл. Вы его сейчас увидите на экране, я буду, соответственно, заполнять таблицу, вы будете видеть, если вы захотите производить расчеты со мной в параллель, да, есть такая возможность на каком-то втором носителе, то это будет замечательно. Ну, если не получится, тогда можете просто смотреть, отслеживать ход алгоритма, да, заполнение этой таблицы и участвовать, несомненно, в обсуждениях. Коллеги, сразу скажу, что форма отчета не унифицированная, не обязательно, что в каждой компании должна быть форма отчета о прибылях и убытках, а именно она здесь представлена, вот в таком формате. Каждая компания использует индивидуальный подход. Вот здесь мы рассмотрим пример одной компании, у них P&L, да, отчет о прибылях и убытках, вот в такой форме. У нас здесь есть три периода, это года, первый период, второй, третий. Какие-то показатели нам даны, но промежуточные финансовые результаты, рентабельность продаж и итоговые финансовые результаты, они пустые, они не подсчитаны, мы их с вами подсчитать должны. Так, выручка от реализации продукции, она у нас есть. Дальше. Дальше представлена информация о затратах, производственных затратах. Компания производственная, поэтому есть прямые материальные затраты, прямые трудозатраты, переменные, косвенные, производственные затраты. Это вот седьмая строка, я ее сейчас выделю, сейчас дам комментарий некий. Переменные, это значит зависящие от объемов выпуска. Косвенные, это значит те затраты, которые нельзя связать напрямую с конкретной номенклатурной позицией, с конкретным продуктом. Они подлежат распределению на продукты. Выручка S обозначается иногда сейл, продажа. Да, бывает так. Следующее. Изменение остатков незавершенного производства и изменение остатков готовой продукции. Ну, если вам интересно, из чего состоят переменные, косвенные производственные затраты, тогда вы можете раскрыть структуру между седьмой и тринадцатой строчкой. Я сейчас плюсик разожму. Есть некая расшифровка, разукрупнение. Это справочно. Нам, конечно, нужен итог. Далее. Себестоимость продаж. Себестоимость продаж. Здесь уже стоит формула. Она рассчитана. Я могу только прокомментировать алгоритм ее расчета. Мы собираем все затраты. Вот по формуле вы сейчас можете увидеть, что мы собираем прямые материальные затраты, прямые трудозатраты и переменные косвенные производственные затраты. А далее из этих затрат вычитаем какое-то суммарное выражение затрат, которое, грубо говоря, на конец месяца остается лежать на складе в виде остатков готовой продукции и остается лежать в цехе в виде остатков незавершенного производства. На производство определенного количества выпущенной продукции было затрачено, вот я сейчас сгруппировала три ячейки, 998 тысяч, 500 тысяч условных единиц. Да, у нас единицы в выражении еще тысячи. Но так как не вся выпущенная продукция была реализована и не вся выпущенная продукция была передана на склад готовой продукции, да, еще есть незавершенка, то, соответственно, себестоимость продаж она у нас составляет 888 тысяч 300. Я буду опускать три знака, чтобы легче было просто комментировать. Такой алгоритм расчета себестоимости, он наиболее часто используется в управленческом учете. На курсе по управленческому учету мы, конечно, этому уделяем достаточно больше времени. Далее мы можем с вами рассчитать маржинальную прибыль, margin profit, по той простой причине, что в себестоимость у нас здесь включаются только лишь переменные, зависящие от объемов деятельности, расходы. Постоянных мы здесь не видим, не наблюдаем, их нет. Поэтому если мы из выручки вычтем себестоимость продаж, мы выйдем на маржинальную прибыль. Вот я сейчас это и делаю. Из выручки убираю себестоимость продаж, выхожу на маржинальную прибыль в абсолютном выражении и также подсчитаем рентабельность продаж по маржинальной прибыли. Маржинальную прибыль соотнесем с выручкой. В третьем периоде у нас рентабельность продаж по маржинальной прибыли снижается, помечу красным, что-то происходит не так. Нужно анализировать затратную часть, нужно анализировать процесс ценообразования. Какие-то затраты растут, да, цена остается прежней или растет, но не настолько адекватно затратам. Идем дальше. Если у вас какие-то вопросы по ходу возникают, части показателей, что-то непонятно, да, откуда что взялось, пожалуйста, формулируйте, буду отвечать. Дальше. Постоянные производственные затраты. Фиксированные. Это те затраты, которые не зависят от объема выпуска, от объема реализации. Да, конечно, они могут зависеть от каких-то других факторов, но не тех, которые я сейчас назвала. Опять-таки, можно раскрыть, посмотреть, что такое постоянные производственные затраты. и постоянные непроизводственные управленческие и коммерческие. Теперь мы можем получить операционную прибыль до вычета амортизации. О, беда! Значит, когда я разокрупняла наши показатели, то мы амортизацию здесь с вами не наблюдали. Амортизация у нас доселе пока еще в расчете не фигурировала. Поэтому, если мы из выручки уберем все расходы, как переменные, так и постоянные, мы выйдем на операционную прибыль до вычета амортизации, то и будет наш показатель о бедах. Артем, а уточните, пожалуйста, еще раз про что? Про какую строчку или ячейку или про какой показатель еще разочек про что? А я пока посчитаю операционную прибыль до вычета амортизации. Значит, из маржинальной прибыли вычитаю постоянные производственные затраты, они же и расходы, они не в себестоимости. А, еще разочек раскрыть, да? Хорошо, я раскрою и оставлю на какой-то период времени, пока протяну формулу по операционной прибыли до амортизации. Так, идем дальше. Рентабельность продаж по прибыли у беда, у беда ретю. А беда делим на выручку. Вот дальше мы наш показатель у беда будем превращать в показатель Е-беда. Амортизацию пока не видим, но у нас появляются прочие доходы и расходы. Раскроем прочие доходы и расходы. Так, формулу Б-16 где-то ошиблись. Одну минутку. выручка выручка минус себестоимость продаж. Раскроем прочие доходы, связанные с реализацией прав требования до наступления срока платежа. И аналогичная статья у нас есть в расходах. Расходы, связанные с реализацией прав требования до наступления срока платежа. Это факторинг. Мы из года в год видим, что это на регулярной основе происходит. Передаем фактору задолженность, долг, дебиторскую задолженность, по какому-то не очень благонадежному нашему контрагенту. Если мы долг продаем в определенном размере, то от фактора получаем сумму с дисконтом меньшую. Соответственно, доходы у нас здесь на меньшую сумму, а в расходной части расходы на большую сумму. Ну, что поделать? Это наши условия хозяйствования. Без этого видим, мы эти долги вообще никак не сможем вернуть и придется эту дебиторскую задолженность только лишь в убыток списывать. Следующее. Положительные курсовые разницы в учете и в расходах мы видим отрицательные курсовые разницы. Доходы по операциям хеджирования и в расходной части у нас есть расходы по операциям хеджирования. Если мы зависим от колебаний курсов иностранные валюты прибегаем к операциям хеджирования, то, соответственно, могут быть и доходы и расходы, и вот если мы их будем схлопывать, да, в итоге получим некий такой результат по операциям хеджирования. Но это тоже условия нашего хозяйствования, нашей деятельности, от них никуда не деться. Я просто даю сейчас пояснение некие для того, чтобы нам потом подумать, что мы должны исключить из доходов и расходов для того, чтобы получить такой показатель ЕБИДА, который на слайдах назывался скорректированный, справедливый для определенных целей, для оценки чего-то, расчета каких-то показателей. Так, что еще есть? Благотворительная помощь, обратите внимание, систематически производим и содержание профилактория клуба. Сначала мы с вами посчитаем прибыль ЕБИДА не скорректированной по общей формуле, по общему алгоритму. То есть возьмем операционную прибыль до вычета амортизации ОБИДА, прибавим все прочие доходы и вычтем все прочие расходы. В прочих расходах не фигурируют проценты по кредитам и займам. Поэтому, произведя данный расчет, который сейчас у вас на экране, мы получаем показатели ЕБИДА. Это финансовый результат до амортизации, до процентов и до налога на прибыль. считаем рентабельность по данному показателю. И вот только сейчас на этом этапе у нас появляется амортизация, амортизационный расход. А теперь мы хотим получить прибыль ЕБИДА. если вы смотрите внимательно на то, что мы делаем, напишите пожалуйста в чат формулу, как мы сейчас должны посчитать прибыль ЕБИДА. Можно с адресами ячеек, адреса ячеек использовать или строчек только. Можно прям показатели написать, как удобнее. то есть вопрос к аудитории, как мы сейчас будем считать прибыль ЕБИД, по какой формуле. Вы уже наверное догадались, что формула, которая представлена на слайде, она сюда не подойдет. Здесь у нас поэтапный выход на показатели. 44 плюс 47 абсолютно верно, спасибо. Если у нас прибыль ЕБИДА до амортизации, то прибыль ЕБИД, это финансовый результат после амортизации, но до налога и до кредитов. Так, одну минутку. прибыль ЕБИДА у нас 586 800. Прошу прощения, я про формулу пока говорила, она у меня в голове видимо и была. 586 500 это у нас прибыль или финансовый результат до амортизации, а дальше мы должны амортизацию с вами убрать. Преследуем тот алгоритм, который мы соблюдаем в нашей форме управленческого отчета. Мы постепенно убираем какие-то расходы из промежуточных финансовых результатов. Прибыль ЕБИДА минус амортизационный расход. По формуле у нас плюс, да. А здесь, так как ступенчатая форма отчета, мы амортизацию убираем. Анна, как посчитать амортизацию? У нас здесь начисленная амортизация по всему оборудованию, да, нашим зданиям, сооружениям за период это кредит ноль второго счета, грубо говоря. Так, рентабельность считаем показатели ЕБИД. Мы получили показатели ЕБИДА ЕБИД, ну а теперь мы посчитаем прибыль до налогообложения и чистую прибыль. Появляются проценты по кредитам и займам. Прибыль до налогообложения будет меньше прибыли ЕБИД на сумму начисленных процентов. Есть налог на прибыль и чистая прибыль естественно будет меньше на сумму налога. Так, и рентабельность продаж по чистой прибыли подводим. мы постепенно мы постепенно с вами выходили на финансовые результаты. В итоге дошли до результата чистая прибыль. Но давайте сделаем некую проверку. Если вспомнить те формулы, которые у нас были обозначены на слайде, как считается ЕБИД, чистая прибыль плюс проценты и плюс налог. ЕБИД чистая прибыль да, Ольга, постараюсь, плюс проценты плюс налог и плюс амортизация. мы вот здесь некую проверку с вами проведем. Несомненно у нас все сойдется иначе быть не может но тем не менее так как на слайде у нас формулы были представлены в том виде в котором я сейчас их вам написала да, расчет мы с вами производили поэтапный ступенчатый возьмем чистую прибыль прибавим к ней налог прибавим проценты и прибавим ничего не прибавим и все. Показатель ЕБИД у нас получается такой же как мы его с вами до этого рассчитали. Показатель ЕБИД можно взять ЕБИД и прибавить амортизацию но давайте я распишу. опять-таки чистая прибыль плюс проценты плюс налог и вот здесь еще нам нужна амортизация амортизационный расход плюс амортизация так что-то не то сейчас одну минуточку чистая прибыль плюс налог плюс проценты по кредитам и плюс наш амортизационный расход вот наша ЕБИД 586 800 еще раз раскрою формулу так идем дальше а вот теперь нам нужно получить скорректированные ЕБИДА и мы его будем использовать для того чтобы рассчитать коэффициент покрытия процентных выплат мы хотим понимать уровень нашей процентной нагрузки какой есть потенциал соответственно амортизацию мы исключаем по той причине что это умозрительный расход да поэтому берем не ЕБИДА а именно ЕБИДУ и кроме того берем не чистую ЕБИДА а берем ЕБИДА скорректированную чтобы нам понять какой есть потенциал справиться да с процентной нагрузкой в компании мы некие какие-то прочие доходы и расходы для расчета скорректированного ЕБИДА должны исключить вот давайте мы сначала с вами определимся цель обозначена нам нужно посчитать коэффициент покрытия процентных выплат коэффициент покрытия процентных выплат рассчитывается я вам напомню формулу как ЕБИДА поделить на проценты к уплате но мы будем брать для этих целей не просто ЕБИДА а скорректированные ЕБИДА и вот здесь мы должны подумать а как мы его будем корректировать поднимусь чуть повыше освещу перечень прочих доходов и прочих расходов напишите пожалуйста в чат что мы должны исключить на ваш взгляд какие статьи прочих доходов какие статьи прочих расходов мы хотим понять как финансовый результат покрывает во сколько раз он больше процентной нагрузки финансовый результат мы будем брать очищенный от процентов самих от налога на прибыль потому что налоговая нагрузка тоже может поменяться от периода к периоду законодательство меняется и так далее и вот амортизации по той причине что это умозрительный расход так вот вы начинаете писать да я сейчас буду смотреть и где-то с вами соглашаться где-то нет клуб а если допустим мы в ближайшее время этот клуб продавать не планируем избавляться от непрофильных активов у нас цели нету то есть он будет и далее на балансе мы будем нести бремя его содержания стоит ли нам в таком случае из прочих расходов исключать расходы на содержание клуба и профилактория думаю что нет расходы по операциям хеджирования есть расходы и есть доходы есть результат по хеджированию определенный складывается в каком-то периоде это положительные результаты вот по отчету у нас во всех трех годах это результат положительные а в каких-то да отрицательные соответственно условия хозяйства неопределенные диктуют нам прибегать к страхованию к использованию инструментов хеджирования поэтому мы тоже от этого никуда не денемся благотворительность и благотворительность мы осуществляем на регулярной основе наверное это нам дает какие-то преференции в бизнесе доходы от участия мы тоже получаем на регулярной основе они эквивалентны денежным потокам раз уж мы вкладывались в доли участия мы получаем теперь дивиденды убытки выявленные в отчетном году согласна абсолютно верно вот убытки выявленные в отчетном году мало того что это не на систематической основе происходит но даже дело и не в этом мы убыток с вами выявили во втором периоде но вопрос а к какому он имеет отношение периодом то а может быть к этому году а может быть еще был год до этого да поэтому вот убытки выявленные в отчетном году это абсолютно не информативно для оценки для какого-то потенциала еще что если уж мы исключаем амортизационный расход берем показатель ЕБИДА не ЕБИДА а ЕБИДА то наверное есть смысл и другие не монетарные доходы и расходы исключить положительные курсовые разницы и отрицательные курсовые разницы да верно Наталья я говорила что пример даже приводила что если мы рассчитываем скорректированные ЕБИДА для того чтобы сравнить с таким же показателем другой организации другой организации да то есть смысл исключать вот такие расходы которые свойственны только нам содержание профилактория клуба благотворительная деятельность навряд ли в других организациях это все проводится тогда да здесь вот как раз таки давайте смотреть на цель исключения есть несколько принципов исключения да но применение того или иного принципа оно зависит от цели оно обосновано целью определенной а здесь у нас цель другая мы считаем для себя по своему отчету коэффициент покрытия процентных выплат оцениваем кредитную нагрузку на бизнес смотрим потенциал на будущее поэтому содержание нашего сада оно от нас никуда не денется вот для этой цели мы не будем делать исключения таких статей как содержание и благотворительная помощь да 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 только для себя то есть все зависит от целей это же у нас не общий подход расчет скорректированного ЕБИДА да а такой некий какой-то индивидуальный подход что ли вот теперь мы считаем уже скорректированные ЕБИДА мы берем наш ЕБИДА который рассчитали по общему правилу 586-800 и будем исключать те доходы да из финансового результата будем исключать те доходы которые выделили желтым положительные курсовые разницы и прибавлять те расходы которые тоже мы здесь с вами выделили отрицательные курсовые разницы и убытки выявленные в отчетном году это у нас только во втором периоде было у нас чуть-чуть другой получается показатель есть разница да между прибылью ЕБИДА и между скорректированной ЕБИДА абсолютно есть даже в каких-то случаях она у нас и больше получается и вот теперь уже мы посчитаем коэффициент покрытия процентных выплат на основании скорректированного ЕБИДА берем наш скорректированный ЕБИДА и делим на проценты по кредитам и займам динамика положительная от периода к периоду полагаем что и далее динамика будет себя проявлять абсолютно так же то есть здесь уже можно делать какие-то выводы по данному показателю определенные так если у вас есть какие-то вопросы что-то повторить что-то непонятно было где-то по формулам отстали пожалуйста пишите в чат у меня еще заготовлен один вопрос я его сейчас раскрыла но на самом деле Наталья Прокофьева меня опередила тем не менее давайте ответим на этот вопрос какие бы еще статьи прочих доходов и расходов вы бы исключили из показателя скорректированной и беда если цель его расчета была бы другая если бы вы его рассчитывали для цели сравнения с другой компанией то есть для целей проведения бенч-маркетинга напишите пожалуйста в чат чтобы в таком случае нужно было бы еще исключить клуб согласна содержание профилактория клуба да об этом сегодня много раз уже говорилось еще может быть что-то убытки оставим в виде исключения и для той и для другой цели убытки выявленные в отчетном году это абсолютно не информативная такая вот как бы статья положительные отрицательные курсовые разницы также и благотворительность да спасибо и благотворительную помощь далеко не все компании ей занимаются так скажем вот поэтому скорректированные EBITDA мы считаем определенным образом с учетом специфики нашей деятельности и второй момент с учетом цели главное понимать для чего мы считаем тот или иной показатель хеджирование насчет хеджирования не знаю вопрос честно говоря не знаю заключать договора по факту но если у нас есть инструмент хеджирования как мы можем исключить конечный результат по нему если бы у нас его не было тогда да сравниваясь с другими компаниями да и допустим мы сравниваться будем с той же компанией которая по нашим сведениям также находится в зависимости от курсов валютных и наверняка они также прибегают к операциям хеджирования может быть не столь умело как мы а может быть наоборот поэтому про исключение вот доходов и расходов по операциям хеджирования большой-большой вопрос я бы не стала то же самое и по фактурингу так с практикой у нас все если есть вопросы пишите я вас в свою очередь благодарю участие мне было с вами очень да просто интересно потому что была обратная связь так еще необходимо рассказать мне вам про курс основы управленческого учета бюджетирования ну в общем-то те коллеги присутствующие здесь кто на этом курсе был да я думаю что сейчас ничего нового вы здесь не услышите поэтому не буду обижаться если вы будете потихонечку отключаться спасибо вам огромное за участие на семинаре да всего доброго для тех кто заинтересован в обучении основные моменты я освещу посмотрите пожалуйста на линейку курсов по экономике и финансам на сайте сейчас вы такое представление информации уже не найдете данный слайд он из прошлого что называется да сейчас на сайте информация по-другому представлена она обновлена но на мой взгляд вот на данной схеме все очень как раз наглядно представлено как нельзя больше значит если вы были на курсе основы экономики для руководителей менеджеров и специалистов при этом при этом вы не являетесь ни экономистом ни финансистом но все-таки курс этот прошли да то смело идите на основу управленческого учета бюджетирования вам будет легко ну не скажу что прям совсем легко но в принципе вы придете туда куда нужно что называется если у вас есть эквивалентный опыт или базовое образование то есть вы экономист и финансист то тогда вводный или основополагающий так скажем курс по экономике он вам и не нужен вы можете приходить сразу на управленческий учет пройдя курс основы управленческого учета бюджетирования дороги открыты и вправо и влево да вот здесь на схеме видно вы можете идти дальше проходить курсы практикумы по управленческому учету курс финансовый анализ организация бюджетного контроля и так далее и вплоть даже до подготовки к сдаче квалификационного внешнего экзамена по СИМА хотя он здесь не представлен особенности курса курс читается за 32 академических часа и еще дается какое-то время на самостоятельную подготовку то есть на выполнение домашних заданий 32 академических часа сейчас скажу что это такое чтобы вы себе представляли если вы выбираете график обучения по субботам то это 4 субботы стоимость обучения формат обучения очно-заочное обучение стоимость 12 990 очно-заочное это мы еще называем этот формат открытое обучение что такое открытое обучение на следующем слайде будет подробно рассказываться если вы выбираете обучение очное здесь подороже 24 490 но преимущества очного обучения они очевидны вы занимаетесь в аудитории вы общаетесь с преподавателем вживую и с коллегами вы выполняете практику мы в аудитории аудитории оснащены да то есть у вас не будет никаких нетехнических проблем если какие-то вопросы возникают мы их сразу закрываем бывает что в практикумах расчеты на уровне там формул появляются мы все это оперативно решаем и также вы можете дистанционно подключаться присутствовать на вебинаре к нашему очному обучению это формат проведения вебинара вопросы будете задавать голосом посредством программы GoToMeeting писать в чат также у нас есть система видеотрансляции занятий из аудитории вы можете по ссылочке пойти и вам будет доступно все что происходит на данный момент в аудитории эффект некого присутствия на базе диплома о высшем образовании по окончании курса мы выдаем удостоверение о повышении квалификации если по каким-то причинам вы диплом не представляете нам то тогда вы как минимум получите сертификат о прохождении курса да коллеги спасибо всем огромное кто уходит потихонечку спасибо всего доброго так Артем да если останетесь буквально еще на 5 минут то расскажу еще разницу да еще разочек хорошо компетенции которые вы смогли бы добавить в свое резюме после прохождения курса но не просто добавить компетенции все это мы на курсе действительно делаем и уделяем этому достаточно много времени и делаем это в практической части не только в теоретической практической калькулирование себестоимости продукции формирование отчетов управленческих ПНДЛ кэшфло оптимизация затрат максимизация финансового результата инструмента максимизация основные рассматриваем формирование и оценка финансовой структуры предприятия формирование бюджетов операционных вспомогательных и основных итоговых форм БДР БДДС прогнозный баланс проведение план анализа и факторного анализа отклонений форматы обучения про очное я вам уже рассказывала очно-заочное на предыдущем слайде это называлось вебинар да и стоимость была определенная обозначена открытое обучение вам будет доступна запись предыдущего курса вы прослушиваете запись заполняете практикум все файлы с практикумами вам даются ну некие такие пустые файлы да как проформы вы совместно с преподавателем прослушивая запись осуществляете их заполнение домашние задания выполняете контрольные работы то есть проходите все контрольные точки кроме того во время проведения открытого обучения в классе присутствует преподаватель для целей вашего консультирования то есть по любым вопросам вы можете подходить обращаться как по материалам курса так и по специфике вашей деятельности в вашей конкретной организации вот такой момент и также есть индивидуальное обучение это сочетание очного обучения плюс индивидуального подхода к каждому слушателю преимущества открытого обучения если вы занимаетесь у нас в аудиториях то доступно для вас два монитора это очень удобно выполняете практикум домашние лабораторные работы получаете отзыв от преподавателя потому что при проведении очных занятий не всегда преподаватель имеет возможность проверить практикумы абсолютно всех слушателей здесь же ваша работа будет проверена это гарантировано формат открытого обучения проводят сертифицированные преподаватели вы получаете также индивидуальные консультации еще одно преимущество быстрый старт группы в расписании открытое обучение есть всегда и не нужно ждать какой-то долгий период времени ну скажем там месяц чтобы набралась группа если вам нужен курс вы просто записываете в группу открытого обучения и приходите на занятия уже буквально через несколько дней а то уже и на следующий день и пару слов про комплексные программы курс основы управленческого учета входит в комплексную программу которая называется управление экономикой организации это для тех слушателей которые не имеют опыта работы экономистами и финансистами экономив какое-то количество средств личных да они пройдут два курса один из них это основа управленческого учета а второй это основа экономики пройдут в какой-то определенный период времени опять-таки график занятий можно подобрать под себя так вот теперь я готова отвечать на ваши вопросы так Ольга очень быстро проскакивали ячейки с формулами не произнося то что делаете ну смотрите делала я каждый раз одно и то же если не комментировала да это считала рентабельность все остальные комментарии это были не все формулы можно сразу всем так быстро посчитать как вы было бы хорошо проговаривать как вы считаете как я считаю формулы да так да Артем помню про вас по вашему вопросу в чем принципиальная разница между ебет и ебеда ну давайте так вот честно я не понимаю что вы не понимаете принципиальная разница в амортизации смотрите когда мы считаем с вами ебет мы амортизацию оставляем сидеть там где она и сидела она будет влиять на финансовый результат мы говорим о том что амортизационный расход это расход расходная часть для того чтобы определить финансовый результат деятельности но когда мы считаем ебет да Мы амортизацию не хотим принимать к учету, так скажем, да, мы не хотим на нее обращать внимание. Мы хотим видеть финансовый результат, как если бы, будто бы у нас этой амортизации и не было бы. Давайте я вам еще в чат напишу. Значит, Ебет. Так, сейчас переключусь. Ебет. Это, несомненно, финансовый результат деятельности, но какой такой, если бы не было бы процентов по кредитам. То есть, допустим, мы пользуемся только собственным капиталом, у нас процентов не было бы. Вот мы хотим такой результат увидеть. Налога на прибыль. И все. Это Ебет. А вот теперь Ебет, да. И вы видели, что Ебету мы используем более часто, чем Ебет. Это еще более справедливый показатель. Финансовый результат такой, если бы не было бы процентов по кредитам. Налога на прибыль. И амортизация. Здесь идет исключение кредитной политики, налоговой политики и амортизационной политики. Политика может меняться. В разных компаниях политика может быть абсолютно различная. И та, и другая, и третья. И мы влияние этих политик исключаем, получая показатель Ебета. Плюс, ко всему прочему, практическая польза, именно Ебета, заключается в том, это опять же обусловлено именно амортизацией, включением амортизации. Плюс Ебета в том, что он более приближен к показателям денежных потоков. Амортизацию мы в учете начисляем, но денежных выплат при этом у нас никаких не производится. Поэтому причине финансовый результат всегда начисленный, да, рассчитанный, всегда будет меньше, чем денежный поток при прочих равных условиях. Так, на амортизацию мы ничего не тратим по определению. Вот если тезисно, то так. Артем, скажите, пожалуйста, еще что-то нужно уточнить? Так, Елен, здравствуйте, помню вас. Курсы по СИМа, задачи из книг СИМа, и можно ли будет после ваших двух курсов при успешном освоении материала плюс самостоятельной подготовки по книгам сдавать экзамены по СИМа? Или нужна еще более глубокая подготовка? Так, сейчас с Артемом разберемся. Артем, вопрос закрыт, точно? Уложилось? Значит, Елен, по поводу СИМа. У вас книги какого года? У нас же сейчас силабус СИМа-то поменяется, вы в курсе? Если уж тема СИМа пошла. Последний экзамен вот был июньский, по старому, по старой программе, по старым материалам. В декабре уже будут тестироваться знания по материалу, переработанному институтам, и на базе этого материала уже, конечно, провайдеры выпустили учебники. Не знаю, просто у вас учебники какие. Может быть, сами не смотрели, да? Вот, что касается наших материалов. Я сейчас программу формирую, как раз-таки готовлюсь к СИМа таким образом, чтобы сохранить все важное и полезное, да? Потому что институт материал урезал так, что какие-то очень важные, ключевые, подробные моменты, они просто из учебников, ну, так скажем, ушли. Хотя экзаменационные вопросы сохранились. Оставляю все важное и полезное, добавляю все новые темы СИМа, создаю базу тестов экзаменационных, информацию использую не из одного учебника СИМовского, да, еще раз повторюсь, из старых, из новых, из других источников. Вот. Думаю, что на базе этих материалов при индивидуальной заинтересованности, да, при эквивалентной подготовке слушатели могут выходить на экзамены и успешно сдавать. 2018 год у вас. Наверное, это старые учебники, Елена. А кто? Издание. Чьи учебники? Константин, вам спасибо. Тоже успехов желаю. Всего доброго. Единственное, что думаю, что на экзамен по двум модулям, вот, ноябрьский, вы выйти не успеете, потому что последняя СИМа у нас заканчивается в начале ноября. Если институт поставит экзамен где-то там на 10-е, а на пусть 12-е ноября, то там получится прям совсем впритык день в день. По модулю Пи-1 можно выходить. И правильно вы сказали, что освоить весь материал, прорешать все практикумы, у нас практикумов много, и пройти все тесты не один раз. То есть базу тестов освоить дважды, а то и трижды. А так вполне, да, возможно и реально. Так, еще какие-то у кого вопросы, если будут, пожалуйста. Каплан, Великобритания, да? Так, ну, у меня тоже Каплан, а вот какого года? Сейчас, одну минутку. Так, у меня 21-й год. Нет, у вас мне, ну вот я полагаю, да, уже, наверное, с такой 99-процентной вероятностью, что у вас материал неполный, они там много чего добавили. По крайней мере, в Пи-1 про цифровой продукт у вас там в учебниках освещено. Если нет, если нет цифрового продукта, аналитики баз данных, то это значит, что у вас не совсем свежие издания. Вот что получается. Бесплатный вебинар у нас еще будет 8 августа по Симми. Послушайте, скажу, что поменялось, что они убрали, что они перекинули из одного модуля в другой, на что они теперь будут обращать пристальное внимание, да, компетенции какие проверять с пристрастием. Вот, все это будет 8 августа. Евгения, вам спасибо. Так, я пока здесь. Если какие-то вопросы, пишите. Так, Елен, хорошо. Юля, да, запись, конечно же, будет. Пересмотрите. Также могу заполненный файлик вам сейчас скинуть. Вот если прям поприсутствуете буквально минуточек 5, да, я сейчас сохраню файл, который мы делали, и скину вам ссылку на облако. Так, сейчас прям буквально недолго, и вы по этой ссылке сразу заберете себе файлик. Ебет-ебеда у нас заполненный. И облачное решение. Одну минутку. Сейчас скажу точно, какого числа. Так, это будет 29 июля. Прошу прощения. 21 июля. Среда на Белорусск-Савеловске. 21 июля. Сейчас размещаю на диске и ссылочку вам уже в порядке. Сразу на заполненный практику. До новых встреч! Похождению, вы Ryan в slightly масштабе? Я ек! Он был20. Так, загрузка объекта, вот он, вам надо открыть. Ссылка скопирована, так, кладу в чат ссылку, по которой вы можете взять заполненный файл, который сейчас мы заполняем. Вот, прямо сейчас попробуйте, и заодно, если у меня доступен, все нормально ли. Так, Станислав почти пропустила ваш вопрос. Ну, вообще, управленческий учет и бухгалтерский учет, да, под изданием Вахрушиной, когда-то я в руках держала, честно. И, по-моему, она, в общем-то, Вахрушина, да, оставила весьма хорошее впечатление. Может быть, что-то еще, не только управленческий учет я читала под ее изданием, под ее редакцией. Я думаю, что да, можно. Могу вам порекомендовать Молчанова. Обычно мы рекомендуем всегда на курсе управленческий учет. Управленческий учет за 14 дней. Вот так его книги называются. Молчанов, вот имя уже не вспомню. Также бухгалтерский и управленческий учет под редакцией Кондракова. А вообще рекомендую разделять. Бухгалтерский изучать отдельно, управленческий изучать отдельно, да, потому что когда мешают два в одном, то это получается какой-то гибрид. Цели бухгалтерского и управленческого, они же не соприкасаются в массе своей. Когда учебник единый на тему бухгалтерского, управленческого учета, то почему-то, наверное, мое личное впечатление. Почему-то все равно акцент делается на бухгалтерские учеты, цели именно бухгалтерские. А, Вахрушина передается. То есть, автор Вахрушина, да? Ну, на вскидку у меня хорошее впечатление о Вахрушиной. Когда-то давно что-то читала, что-то изучала, пользовалась ее учебниками. Прямо-таки они мне помогали в работе. Еще Шеремет, финансист-экономист, есть такой, да, тоже могу порекомендовать, Шеремет. А, у нее раздельно идет БУ и У, ну и отлично, замечательно. Не за что. Кто пошел по ссылке и получилось достать файл, отпишитесь, пожалуйста. Открывается, доступен. Ну, вот та ссылка, которую я вам только что скинула. О, какой-то вопрос. Так, файл лежит. Абсолютно вижу, что он лежит. Сейчас еще раз попробую. Так, открыть доступ. Еще разочек попробуйте, пожалуйста. Что у меня получится. Заполнен все. Все, да, значит, та ссылка была, ну, она у меня не скопировалась, не сгенерировалась на те незаполненные, да, на тот файл старый. Все, спасибо большое. Так, ну что, у нас время с вами вышло, вопросов никаких, да, я вижу. Если вы не пишете, еще раз вас поблагодарить хочу за активное участие. Все, спасибо. Спасибо. Вот, сегодня у нас понедельник. Удачного вам завершения, продолжения, точнее, рабочей недели, да, хороших уладных. Всего всем доброго. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok